Добрый день! Проезжаю тот же самый злосчастный перекресток, где я влетел на штраф. Я подумал, что расскажу. Я вообще в суд 28-го, это послезавтра. Но я подумал и решил заплатить штраф и взять трафик-ску, чтобы не было поинта. Почему? Потому что я не уверен, что на суде я выиграю и что я смогу доказать, что я не виноват. Потому что с другой стороны будет полицейский, который будет отстаивать точку зрения свою и будет ссылаться на видео. А видео там не совсем однозначное. То есть оно не может быть на 100%, даже на 80 или 70. в мою сторону. Поэтому я решил не рисковать. Потому что если я проигрываю, то мне еще 300 долларов вешают сверху на осмотрение судьи. И идет поинт. То есть у меня будет в рекорде одна точка плохая. Это тоже на осмотрение судьи. То есть мне могут влепить еще 300 долларов и поинт. Кроме этих 500 долларов, которые я должен заплатить. Так что плюс это время на суд, надо ехать. То есть я решил не рисковать. Я заплатил 500 долларов и взял на трафик с полноправлением, чтобы быть уже спокойным. Да. Если бы там на суде был только судья, и он посмотрел бы видео, то он не полицейский. Как бы больше с человеческой точки зрения подошел бы. Это прям незлостное, когда я проскочил на красный свет. Это случайность. Но вот я, будучи на месте полицейского, я бы доказал, что я виноват. Потому что некоторые вещи, которых я не знал, как надо поступить. А можно было бы поступить. Вот проехал я на красный, я должен был остановиться. Просто встать и сдать назад. Или встать на середине перекрестка. Пускай даже и стоять. Хрен с ним, пускай все, я не знаю, ну не все, а часть движения объезжает, все такое. Но это мои 500 долларов. Надо было не пересекать перекресток. А я просто не знал об этом. Но незнание закона, оно не отменяет ответственности. Да. Сегодня дождь шурует. Вчера тоже. Ну и что, мы же не пешком, не на метро. До метро не идем. Не на автобусе, не на трамвае. Сел в машину и поехал. Возле работы встал, пошел, вот и все. Так что, дождь даже хорошо. Не жарко. Запах дождя такой. Потом дождей не будет целое лето. Так что, наслаждаться надо пока сейчас. Есть возможность. Подышать свежестью дождевой. Я вообще думал, что будут какие-то препоны там, что в суд, так уже в суд нечего выделываться. А нет. Подошел к этому окошку, говорю, я хочу отменить суд, заплатить штраф и взять трафик стул. Что-то он там клацал, клацал, клацал на компьютере. Окей. Выписал. Сразу я отдал карточку, заплатил за школу и за трафик стул вышло 552 доллара. Вот. Улетел, короче, мой новый телефон, который я хотел купить. Ладно. Вот. Выписал направление на трафик стул, сказал зайти туда, в интернете. И все. Я говорю, а я слышал такое, что полтора года, получается, не снят будет вот этот вот, висеть где-то в воздухе этот поинт, если что, он выползет. Он говорит, что такого нет. Просто ты, я потом, ну, тот человек, который нарушает еще раз в течение полутора лет, он не может взять трафик стул. То есть он не может скосить свой поинт, который капнет потом в рекорд. То есть по умолчанию, если ты нарушаешь в течение еще определенного времени, полтора года, то ты штраф заплатишь, как бы, но тебе пойдет поинт все равно. А если пойдет, пройдет полтора года, то ты опять же сможешь таким образом заплатить штраф и пройти трафик стул и не получить поинт. Такая система. То есть нарушать нельзя. Люди здесь живут очень давно. Автомобили у всех очень давно. Но эта система уже, короче, такая рабочая. Наиболее рабочая. Я думаю, если штрафы были в небольшие, то люди бы нарушали. Пошел, заплатил, да и все. Если поинты не были, то же люди богатые есть очень. Заплатил, да и поехал дальше нарушать. А нам нет. А если, это я слышал, Если три поинта, Три поинта ты нарушаешь три раза, То, Когда лишают прав, Ты платишь штраф пять тысяч долларов, И ты должен, То ли опять учиться на права идти, То ли еще что-то, Я точно не знаю. Не дай бог они шутят. Они шутят. Продолжение следует...